Здарова народ, с вами Джейден, и добро пожаловать в игру Скайрим. Уже наверное тысячу лет у нас с вами не было рубрики лучших модов на Скайрим, потому как годом ранее я уже делал более 30 пачек видео о лучших модах. Поэтому таки я ждал больше года, когда за весь этот период выйдут самые скачиваемые моды. И первый из таких модов это новый вариант интерфейса, мод дорогой дневник. Меню перков, прокачка персонажа, различные предметы, квесты, вкладка магии. Каждый отсек теперь выглядит очень красиво. Ранее вы могли видеть уже белый бумажный интерфейс, который стоял наверное у многих. Ну а эту версию уже по классике добавляют уже в различные сборки. В Тонжер, Фаб, Рекви, везде в графических паках стоит именно этот мод. Но установка у него очень простая, если вы все это ставите через прогу мод 2. Следующий мод это новая анимация ходьбы и спринта для твоего персонажа. Автор этого мода стал очень популярный в этом году. У него уже вышло довольно много работ на анимацию, скачивание которой за год уже превысили более 2 миллионов. Одно из самых наверное больших и его качеств является то, что мод вообще не требует других модов. Установили только один файл и все работает. Другие же моды на анимацию, я думаю вы знаете, что обычно требуют очень много танцев с бубнами. Всегда нужно пару-тройку других модов, немезис, либо еще чего-нибудь. А у этого же мода требований вообще нет. Да и анимация вполне себе годная. Мне не особо нравятся стандартные анимации ходьбы и бега, но это конечно же тоже не эталон. Вообще не эталон. Но по крайней мере это хоть какое-то разнообразие. Да и часто видел все эти анимации у других каких-нибудь сборках. Они тоже все это забирают. Потому как в установке все эти анимки очень простые. Многие меня на стримах спрашивают, какой графический мод на улучшение всех текстур ты используешь. И повторяю очень много раз, я твержу всегда одно. Это темриэл реалодет. Мод, который я стараюсь использовать всегда и везде. Чтобы скачать полную его версию, вам нужно скачать три разных мода. Он по сути поделен на три куска. Это различные структуры, дома, деревни и так далее. Это текстуры камней и дорог. Ну и все почвы, так скажем, Скайрима и камушков. И это конечно же подземелья и различные участки каких-то шахт и уголочков Скайрима. Есть еще один на деревья и еще один на погоду тамриэля. Но нет. Я использую только текстур пака из трех и мне вполне себе нравится. Это на самом деле очень старая игра в пак, которую было очень давно. Но я люблю ставить именно его. Они у меня установлены как и на СЕ версию игры, так и на ЛЕ. Поэтому по сути для скачивания он доступен для всех. Я помечу в описании ролика ЛЕ или СЕ, чтобы вам было удобнее. Следующий мод называется Броня Повелителя Ветра. И сразу же скажу, что я оставлю для вас несколько ссылок. В первую очередь вам нужно скачать саму броню, потом заплатки под нее, чтобы улучшить. Ну и добавить анимацию к осе. Но все это не обязательно, можно просто броню. По сути все остальное это как дополнительные патчи. И все. Но все же ссылки на моды я вам оставлю, поэтому не запутайтесь в ссылках. Ну и тут наверное еще стоит рассказать сразу же про еще парочку модов, которые изменяют анимацию боя двуручным оружием. Обычные удары двуручным и силовые. Это тоже два отдельных мода. Но устанавливаются они очень просто. Потому что от того же автора, который изменяет анимацию бега. У него ребят на самом деле все хайповые и популярные моды за этот год. Которые позабирали почти все сборочки Скайрима. Какой мод ни возьми, как и на одноручной на Нексусе. Все с большим рейтингом. Ну и как по мне заслужено. Я давно хотел изменить анимацию ударов моим любимым двуручным оружием. Но конечно же не хотел заборачиваться с кучей установок модов на анимацию. А тут всего один файл все решает. Да, возможно кому-то не совсем по вкусу такая анимка. Но для разнообразия и пару каток я думаю сойдет. Боевой геймплейный мод, который вам уже множество раз советовал на стримах. Это Смеладон. Если говорить проще без ему хрыжек. То мод делает так, что по тебе очень больно бьют. Да так, что от пары ударов бандитов можно откинуться. Но и в то же время ты наносишь по врагам хороший урон. Либо ты, либо тебе. Так можно описать данный мод на сложность игры. Говоря другими словами, мод увеличивает фатальности в игре. И от этого конечно же становится намного интереснее играть в Скорим. Вам не придется по три часа долбить дракона на легендарные сложности игры. Я очень часто юзал этот мод на стримах. Да и вообще просто в разных прохождениях. Ибо быстрые бои на риск умереть мне нравятся больше. Ежели очень долгие и порой очень скучные сражения в обычном Скориме. Где происходит долбежка в одну сторону? Как по мне это вообще не в кайф. Насколько же сильно у нас мододелы продвинулись в создании деревьев Скориме? Господи. Полностью заменяются все текстуры от вагильного Скорима. Новые деревья и кустарники сделаны с помощью фотограмметрии. Которые добавляют еще новые сорта деревьев. И множество различного веточного, так скажем, мусора. Но от этого Лиса Скорима становится разнообразнее и совсем не похожи друг на друга. Текстурки деревьев в основном в 2К. Только некоторые отдельные части могут быть в 4К. На производительность на средних ПК влияет не сильно. Поэтому думаю, что в нашем 2К 23 году должны потянуть большинство среднеклассовых машин. Это были все моды на сегодня. Если ты еще не смотрел предыдущие выпуски, советую глянуть в описании. Там все есть. Заглядывай к нам в флейлист, потому что он очень большой. Я думаю, ты точно найдешь там очень много интересных модов. Которые ты по-любому пропустил. Ну а с тобой был Джейден. Ставь лайк и подписывайся, если ты еще не подписан. Ну и как всегда, играйте только в лучшие моды. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok